здравствуйте дамы и господа и сразу начнем с приятных ощущений видео и звука потрясающе не правда ли а теперь пройдемся по этому по более подробно вместе с компанией skyworld комьюнити которая расскажет вам о новой прорывной технологии которая завоевывает сейчас весь мир и которая положит чистую дорогу для чистого будущего всех живых организмов на нашей планете всех 12 миллионов видов только единым из них мы являемся одним из 12 миллионов но для того чтобы ваше время не прошло зря поскольку время это самый ценный ресурс я бы хотел сразу спросить вас посмотрите пожалуйста на этот слайд посмотрите на эти основные побуждающие факторы и ответьте себе на вопрос если хотя бы один из этих факторов вам откликается то вы точно потратите время не зря и с удовольствием прослушаете всю презентацию поймете зачем и почему уже 500 тысяч человек по всей планете с более чем двухсот стран и регионов мира собрались вместе объединились и создают новые экологические технологии народные технологии народным способом поэтому если вас интересует дополнительный доход если вас интересует финансовая независимость если вас интересует собственный бизнес либо больше свободного обеспеченного времени личностный рост либо вы интересуетесь помощи другим или новым знакомством может быть желание уйти с нелюбимой работы или оставление наследства вашим детям и внукам либо вы глобально как и главные инженеры конструктор всех наших технологий понимаете что это наш дом наша планета и каждый является его хозяином и дело каждого чтобы в этом доме был порядок и он процветал в гармонии и изобилии поэтому если вас интересует будущее планеты то точно вы проведете время не зря познакомитесь с гениальным ученым у которого действительно есть решение за которое уже он получает огромные награды и все больше и больше людей из научного мира присматриваются и видят что это единственный способ сейчас как не дойти до точки невозврата когда наша техногенная сфера уничтожит биосферу но это очень глобально я сегодня буду говорить о более маленькой теме о которой вам будет интересно очень актуальная очень полезная по всем вот этим побуждающим фактором которые вы сейчас видите если вдруг у вас не получится дослушать эту презентацию либо нужно будет уйти либо вы хотите поделиться или прийти на другую то пожалуйста сфотографируйте для себя данный слайд это наши шесть презентаций на русском языке в мае есть сейчас презентации на многих языках наверное около 20 языков на которых на презентуют эту технологию этот проект объединяя людей вместе поэтому в мае пожалуйста вы по итогу этой презентации точно будете уверены что хотя бы один раз каждый человек на планете должен услышать о том что такое существует чтобы полностью принять на себя ответственность оставить это и не смотреть больше в ту сторону пусть как идет так моя хата с краю либо действительно хотя бы немножко по исследовать развиваться интересуюсь и вы увидите что нет ничего более актуального чем эти экологические технологии которые сейчас мы уже доказываем что они строятся работают все прекрасно пройдемся теперь поэтому поподробнее ну и чтобы вам было приятно меня слушать познакомиться меня зовут артем курбанов я из страны латвия рядом с россией из города дауглпилса так называемый самый русский город европы к нам даже приезжает есть изучать русский язык с погружением и я всю жизнь хотел делать мир лучше потому что у нас мультинациональный мультирелигиозный город то есть очень обширный достаточно добрый я очень благодарен ему потому что встретил фантастическое количество людей которые создали меня таким какой я есть сейчас и я развивался в том чтобы делать мир лучше и чем старше становился тем больше мое влияние росло и однажды я понял что необходимо не локально работать потому что ты локально что-то сделал твоя жизнь пройдет и общий мир потом погрузит это выровняет нужно думать и делать глобально и начав узнавав как люди объединяются и делают великие вещи на планете я узнал о народном финансировании краудинвестинг и краудфандинг потрясающие экономические модели которые действительно просто заменят существующую экономику даже на сайте forbes пишет что краудинвестинг завоевывает мир и когда я узнал я изучил множество проектов которые есть в мире а их сейчас запускается по тысячи ну сотни в год точно это около 100 миллиардов долларов и этим владеют люди это создают люди и я понял это классная вещь начал искать и нашел самый актуальный самый нужный самый полезный проект я не думал что я найду какое-то дело настолько важное сейчас при положении в мире и в итоге я начал изучать я стал поддерживать компанию чтобы она и развивалась и с помощью моей энергии но хотелось разгазать дальше но слишком много всего было незнакомо и было как-то интересно действительно построить действительно как это все работает и так далее год я изучал и после я понял что все работает все прекрасно узнал а главным генеральным конструкторе о фантастическом человеке который сделал за свою жизнь то что не делают сотни людей вместе и сейчас он предложил всему миру так скажем объединиться и сделать это быстрее и я понял что нужно как минимум чтобы хотя бы один раз каждый человек узнал об этом потом я посмотрел и понял что нет мало заниматься своими делами и чуть-чуть времени или своих средств уделять данному проекту на развитие нужно конкретно себя насколько это возможно посвятить тому чтобы это быстрее произошло и я не прогадал дамы и господа потому что сейчас мы уже на 14 из 15 этапов развития и я расскажу чуть поподробнее почему это касается каждого почему это действительно важно и каждый сейчас двадцать первом веке может повлиять на общую ситуацию в мире в разных сферах действительно так что присаживайтесь поудобнее расслабляйтесь и давайте начнем а на чем мы с наших городов из их жителей почти 8 миллиардов человек расселилась по всей планете и сделала множество множество городов ну и конечно же развитие все это проходило главным образом за счет транспорта транспорта и технологий техногенной сферы потому что мы техногенная цивилизация и от этого уже никуда не убежим просто можем смотреть в какую сторону ее направлять и мы развились так хорошо потому что у нас был транспорт сначала для перевозки грузов потому что нужно было от бартером обмениваться продавать так скажем привозить новое потом для перевозки пассажиров и в итоге посмотрите мы заселили всю нашу прекрасную планету которая в окружности 42 тысячи километров и все это с помощью транспорта но время идет технологии растут население планеты растет нас уже 8 миллиардов человек приблизительно и поначалу мы передвигались по восками конями потом появился транспорт плавательный и он очень сильно развил он дал нам возможность объять всю планету по морю конечно но на данный момент это очень неразумная но не совсем разумно в смысле неэффективная неэффективный транспорт потому что он может идти недели может эти месяцы и это достаточно дорогостоящее но есть также и вредоносно вот много времени прошло надо думать дальше у нас есть аэропорты четвертый технологический уклад который дал нам нефтехимию авиацию в полном ее масштабе и мы видим что действительно наша жизнь сейчас без полетов невозможно но посмотрите сколько аэропортов посмотрите как много времени мы теряем чтобы добраться сдать багаж усадиться в самолет прилететь забрать багаж очень много потерь хотя можно было бы делать это быстрее дальше вы поймете как и представьте столько аэропортов минимум в каждом стоит под 10 самолетов умножьте это все летает и используют так скажем портит кислород и сжигает топливо в нашей планеты огромное влияние огромное негативное влияние делает авиатранспорт хотя он считается достаточно безопасным потому что проходят полные проверки можно передвигаться по земле как когда-то появилась железная дорога и до сих пор она работает и работает и делает свою пользу тогда когда ее только начинали строили по 30 километров в день кирками и лопатами представьте как сейчас мы можем перестраивать быстро наши наши дороги и связывать их новой логистикой и более разумно более экологически чисто почему он уже более так не эффективно во первых он такой же тяжелый также тяжело строить эти дороги эффективность не такая высокая смысле сколько тратится энергии на передвижение и сколько передвигаем но и самое главное этот транспорт средняя скорость с учетом погрузки разгрузки дает 15 километров в час средняя скорость статистическая это для 21 века для потребности человечества из 8 миллиардов человек это уже давнее прошлое которое необходимо переходить есть конечно дороги которые более свободно можно передвигаться по всей планете и она действительно как артерии изрезала всю нашу планету но это считается один из самый самый опасный транспорт самая опасная одна из самых опасных технологий которая очень серьезно влияет на окружающую планету на загрязнение на нас насколько это опасно и к сожалению мы правда ну к счастью мы продолжаем развиваться но к сожалению все виды транспорта из-за такого количества из старой логистики из того что большинство находятся на первом уровне на одной плоскости между вместе с флорой фауны и человеком получается есть маленький минус минус в том что нас выселяет наша техногенная сфера наши технологии нас выселяют и этот транспорт тоже необходимо куда-то убирать потому что людей будет становиться все больше и транспорт скорость транспорта главная причина того какие наши города как они строятся и насколько они большие ведь города создавались развивались по мере то по мере скорости транспорта потому что если скорость была маленькая то неудобно было передвигаться с одного с одной части города до другой это очень долго очень неэффективно проще делать отдельный город и там свою инфраструктуру но когда транспорт начал передвигаться быстрее можно было делать уже и 5 километров и 10 километров город и было удобно ну а как сейчас мультимиллионики там москва 5 часов 6 с одной стороны до другой это все зависело от транспорта но мы видим сейчас города которые строились для людей они перестали строиться для людей они начали строиться для машин для техногенной сферы и вот можно посмотреть на город для жизни людей хотя подождите не похоже это как-то на город похоже на микросхему не похоже на что-то живое не похоже на что-то пригодное для жизнь мало зелени мы видим коробки бетонные коробки бетонный лабиринт хотя хотелось бы жить больше в природе мы же живые существа биологические нам необходимо это но для того чтобы быстро все успевать мы приезжаем в города они стараются развиться расшириться для того чтобы поместить в себя больше и быть полезными но в большинстве своем эти модернизации невозможно потому что у нас один слой над поверхности земли а под землей очень дорого строить потому что огромные земляные работы огромные физические изменения мы конечно видим сейчас более новые города которые построены по более разумной логистике но все равно это не является безопасным и автотранспорт не является экологически чистым и с учетом того какое количество сейчас машин транспорт более нам вреден чем полезен наверное как минимум автотранспорт большинстве мы все равно будем видеть такие ситуации загруженные города смог над городом либо даже вот такие ситуации 40 полос идущих на сужение китай представьте какое количество времени человек тратит на машину тем более когда он тратит на ожидания когда вокруг него все дымит и нету чистого воздуха либо как в индии в индонезии культура движения пока финансово не могут позволить все это дело разграничить и сделать разумным и приходится ехать как едется вы понимаете что это действительно проблема она касается каждого даже если вы сейчас живете в провинции вы это можете заметить что по давним технологиям который по которым мы шли даже в провинциях бывают пробки даже в провинциях бывает такая маленькая вещь а что говорить о столицах и большинстве мира мы видим наши города в котором живем они действительно перенасыщены транспортом первого уровня они действительно уже становятся неблагоприятны для жизни и было бы здорово жить больше в природе они вот в таком вот виде потому что здесь действительно мало зелени и это урбанизация она нас собирает города тем самым изменяя качество жизни потому что здесь все становится дороже квадратный метр дороже все услуги дороже аренда помещения дороже питание все дороже все находится дороже того что вы мы сходимся в города хотя если бы у нас был транспорт который передвигался хотя бы 500 километров в час то мы спокойно могли бы работать в другом городе да даже в другой стране при этом жить за городом быстро за 5 10 15 минут преодолевать 50 100 километров там за 30 каких 25 и мы быстро оказываемся на своем рабочем месте либо по своим делам а живем на природе и не участвуем в урбанизации то есть общее положение будет немножко снижаться чуть более равномерно расселяться по планете и действительно тогда будет более высокое качество жизни будет чище воздух вокруг каждого и с помощью экологических технологий ведь города сейчас перестали строить для людей строят для технологий для техногенной сферы для автомобилей и выносят их куда угодно принимают любые решения чтобы и город продолжал жить чтобы город продолжал работать эти артерии необходимы как например решение здесь представьте некуда выносить и делают второй уровень дороги и первых четыре этажа люди больше никогда не увидят прямого солнечного света и на такую жертву необходимо пойти городу для того чтобы город продолжил существовать по старым технологиям причем достаточно дорогостоящим недолгослужащим и серьезным ремонтом дорогостоящим поэтому это можно изменить это необходимо менять и я надеюсь вы с каждой минутой все больше это понимаете например лос-анджелес две змеи белая и красная движущаяся в разных направлениях я был и в одной из них и в другой из них и действительно можно потратить два три четыре часа для того чтобы добраться до нужного тебе места потому что все стоит такой трафик и все потому что на первом уровне там к сожалению тяжело пешеходам там тебе добраться с одного места до другое до другого очень трудно потому что все перерезано именно автострадами сделано как-то именно для машин больше то есть когда у тебя когда ты пешеход тебя например нет машины ты больше передвигаешься например больше изучал путешествовал чтобы посмотреть было неудобно в общественный транспорт более как-то спасал так скажем когда садишься на машину более удобно но очень долго и достаточно вредоносно 20 миллионов человек и 20 миллионов машин что делать будет людей становится только больше необходимости потребностей транспорта будет тоже только больше можно выносить дороги повыше но представьте какая эффективность этого как долго не буду служить как здорово жить людям которые снизу либо как здорово жить людям которые находятся в этом здании например я думаю это не вариант и все можно изменить с помощью скорости транспорта и новой логистики насчет скорости объяснить попозже а вот насчет логистики потому что у скорости очень много преимуществ и то как она добывается в нашем в нашей технологии но логистика еще более интересные потому что она более глобально сейчас строятся новые города виды изменяются старые сейчас делать это немножко проще и посмотрите на данную логистику 200 человек в 177 машинах занимают почти три квартала места то есть это очень много без машин они занимают совсем немного места меньше квартала мест то есть в 10 может быть в семь раз меньше и значит самое большое пространство заменяет сам автотранспорт во-первых на дороге когда мы едем во вторых он еще потом долгие часы стоит на месте где мы его оставили и забирает пространство забирает пространство нашего города где могла быть зелень где могли расти деревья даже если экологически чистый город ну потому что как некоторые города сейчас нельзя въезжать с машинами которые больше определенного выбраться вредоносны сейчас в будущем в городах действительно можно будет жить в экосистеме но нужно освободить место то есть изменить логистику например как делаю сейчас в европе электроавтобусы три электроавтобуса могут вместить 200 пассажиров и смотрите это занимает в 10 раз наверное меньше места хотя да тогда людей там в 30 раз меньше места занимало но можно и передвигаться с помощью легкого экологически чистого поезда просто с более разумной логистикой и ветками которые например предлагает наш генеральный конструктор то есть мы понимаем что с помощью логистики мы можем изменить поток скорость эффективность доставки грузов и пассажиров и еще хотел бы заметить на сайте skyway.capital есть как минимум две статьи насчет логистики вот анатолия эдуардовича юницкого там где он объясняет другую сторону как сделать как модернизировать ее для того чтобы за минимальное количество времени и минимальное количество ресурсов люди получали максимальное количество пользы и в итоге ситуация такая вы приходите на станцию на своем смартфоне либо на самой станции выбираете куда вам нужно получается в систему задан запрос нужно с этой станции где вы находитесь вам доехать до туда есть еще люди много они каждый пишет свой путь и конкретно под каждого под каждую группу людей которая собралась подходит транспортное средство вам на телефоне либо на станции подсказывает что это на вашу остановку вы садитесь туда с другими людьми которые вы не знаете вы с ними не договаривались но едете вместе и это может быть 6 пассажиров это может быть 8 12 16 18 то есть разного размера под разный город на разную пропускную способность и вы разгоняетесь только один раз с легким транспортом экологически чистым и со скоростью внутри города 100 до 150 километров в час междугородние 500 километров в час едете без остановки на свою остановку то есть без дополнительных остановок то есть один раз всего нужно разогнаться быстро едете туда и там уже выгружаетесь выходите либо выгружаете груз все вот вместе кто туда ехал такое количество времени будет экономиться настолько быстро то есть и низкий говорит что даже в больших городах необходимо сделать так чтобы комфортное время не превышало 20 минут в дороге чтобы ты с любой точки города в любую точку мог добраться за 20 минут у нас есть такие технологии поэтому очень рекомендую поинтересоваться вопросом логистики на сайте skyway . капитал это сайт skyway компании sky world комьюнити многие страны просто не могут себе позволить существующие транспортные отрасли потому что они сильно дорогостоящие им приходится выживать так как есть из-за этого большие потери из-за этого большая опасность на дорогах люди готовы жертвовать безопасностью ставить под в опасность своей жизни для того чтобы перемещаться передвигаться потому что это нужно и для работы и для учебы и для развития себя получается что этот транспорт очень важен для всего мира и дать миру действительно полезный эффективный транспорт который сможет себе позволить любая страна это очень важно сейчас 21 веке потому что мы делаем все очень быстро деньги за секунду перейдя в видеосвязь ход с другим континентом на другой стороне шар все делаем очень быстро на перемещение грузов и пассажиров пока очень сильно тормозятся и они будут тормозиться еще больше потому что людей транспорта будет становиться больше со временем но транспорта чем больше тем он аварийный а уже сейчас более полтора миллиона человек убивают точнее более полтора миллиона человек погибают от автотранспорта это больше чем во всех остальных катастрофах представьте около 10 миллионов становится инвалидами в год изменив сейчас ситуацию за ближайшие столетия мы только сможем спасти около 10 миллиардов человек от увечья от смерти это огромные цифры дамы и господа и это сейчас во власти каждого человека раньше не думал что будет такое влияние у каждого а теперь с помощью интернета люди действительно объединяются и вершат потрясающие дела ну и конечно грузоперевозки как ни крути это одна из важных частей нашего потребительского общества которые создали частью которого например я стараюсь не являться но не поддаваясь на рекламы но весь мир передвигается это все равно часть развития часть экономики хотя как например говорит жак фреско сейчас мы производим больше чем нам нужно в употреблении в чем смысл это затраты и это бизнес а так быть не должно но бизнес есть бизнес а мы больше занимаемся тем чтобы жизнь была у людей на планете и не только у людей потому что мы видим в каком состоянии сейчас находится наша планета одна из важных вещей это грузоперевозки самый глобальный бизнес самый дорогостоящий бизнес самый коррумпированный транспортная отрасль самая коррумпированная отрасль и самая дорогостоящая здесь мы тратим очень много времени очень сильно повышается цена за то как мы перевозим наши груза то как они передвигаются насколько медленно как долго не стоят особенно порты и контейнерные перевозки вот например один один корабль который стал не совсем правильно прямо сел на мель в советском канале создал пробку на пол планеты стоимостью в миллиард долларов выглядит просто потрясающе но к сожалению это огромная проблема для всего мира огромная проблема потому что экономика сильно пострадала хотя выглядело это прямо примерно вот так всего лишь очень серьезное передвижение очень серьезные масштабные грузоперевозки и у нас есть технологии с помощью которых мы можем запустить эти эти перевозки прям перенять на себя все пассажиры и грузоперевозки и действительно удовлетворить и на 8 и на 9 и на 10 миллиардов человек потребности в перемещении грузов и пассажиров а сейчас мы имеем огромный проблем и первая проблема это перегрузка всех транспортных путей существующих технологий и отсутствие безопасности дамы и господа человек строит свое повсюду пытается расширяться добраться до каждого уголочка но наша планета живая и где-то заносит наши дороги бархамами где-то обледеневает где-то заносит снегом где-то уносит болотом но человек продолжает и не замечает какое влияние после себя оставляет многие люди у которых есть действительно огромное влияние на нашу планету по-моему не думают либо игнорируют то что они после себя оставляют потому что сейчас перед нами стоит очень серьезная задача решить и сделать вот такое вот небо над головами через 50 лет у наших детей и внуков или мы все-таки вместе перенаправим направление движения мы конечно делаем разные изучения канала и говорю в планетарном масштабе и экологические какие-то проекты но они лишь чуть-чуть чистят либо чуть-чуть уменьшают а нам нужно конкретно серьезно уменьшать вред который несет человек представьте до появления человека на планете не существовало мусора все само собой перерабатывалась и планета сама гармонизировалась было не все нормально с появлением человека появился мусор и сейчас наша планета очень расшатанное состояние очень мы можем переходить на электрокары но откуда энергия из сжигания того же угля или газа поэтому нам необходимо комплексно переходить на экологические технологии понять что у нас один уровень с нашей техногенной сферы а мы биологические живые и рядом с нами могут существовать только экологические технологии остальные нас убьют погубят потому что сейчас мы находимся по центру у нас с одной стороны автомобили забирают огромное количество жизни в год и делают многих инвалидами с другой стороны огромное количество заводов портящих использующих ресурсы портящих воздух и окружающую среду с третьей ядерные электростанции которые отравляют землю и воздух а мы по центру этой комнаты и пытаемся выжить хотя это замкнутое пространство чашка петри поэтому третье и очень важное касающиеся всех задача это загрязнение окружающих среды загрязнение окружающей среды опять же сходится из многих частей и каждый человек на это влияет даже своим мусором даже своей машиной работа на чистой энергии дать нам абсолютно новые возможности особенно в плане экономии мы сможем перенаправить эту энергию если взять топлива жидкое в эквиваленте энергии то до 15 раз меньше электричества будет потреблять струнный транспорт анатолий эдуардович и как добрали это очень легко легкое перемещение посмотрите ажурные конструкции минимум то есть только то что нужно минимум ресурсов планеты минимум веса минимум энергии надо чтобы его разгонять и еще одна вещь которая очень важна это аэродинамика смотрите транспорт передвигается по дороге у него снизу полотно сплошное и там создается экранный эффект который нас тормозит когда воздух туда заходит мы сталкиваемся с воздухом и теряем часть энергии то есть при передвижении с точки а в точку б большинство энергии уходит на сопротивление и разрушение окружающей среды так вот кроме того что мы сталкиваемся с воздухом так у нас еще сзади турбулентность потому что там где мы только что были разряженный воздух и туда со разных сторон все тянется и нашу машину притягивает тоже то есть на это все тратится огромное количество энергии которую мы и получаем из двигателя внутреннего сгорания заливая туда топлива и сжигая при 60 километров в час где-то 30 процентов энергии будет тратиться на сопротивление воздуха на сопротивление окружающей среды скажу так при скорости 300 километров в час 90 процентов всей энергии будет уходить на сопротивление окружающей среды 90 процентов если мы изменим аэродинамику не будем сопротивляться подумаем как с меньшим сопротивлением передвигаться из точки а в точку б то мы получим огромную экономию значит огромную эффективность экономию в будущее на сотни лет вперед и здесь смотрите что сделал анатолий эдуардович уникальное транспортное средство скоростной юни лед скорость передвижения 500 километров в час 500 как он добился чтобы это было так возможно при том что это слабо затратно очень экологично и безопасно транспорт поднят на следующий уровень то есть у нас все пространство над планетой прям вот столько же сколько есть на планете чтобы перемещать при том на разных уровнях потому что на разных уровнях и перекрестки будут на разных уровнях это транспорт поднят наверх и у него раздельные рельсы то есть воздух проходит с каждой стороны очень легко получается снизу экранного эффекта нету мы не теряем энергию мы меньше тратим наша скорость выше мы спереди из-за этой формы разрезаем как горячий нож масло воздух и пробираемся сквозь него были испытания очень классные продувка в аэротрубе как продаю такой транспорт то есть минимум затрат минимум столкновения а сзади турбулентность исправлена таким же носиком то есть нету ямы которые завихрение какой-то делает а воздух спокойно сходит с транспортного средства тем самым анатолий эдуардович добился аэродинамики лучше 16 с половиной раз чем у bugatti veeron одной из самых быстрых гоночных ну спорткар в 16 с половиной раз лучше поэтому экономия просто фантастическая ну и наглядный пример автобус который может перевозить 14 человек едет 100 километров со скоростью 100 километров в час и затрачивает меньше двух литров топлива а транспорт который вмещает как автомобилисты посмотреть не 5 человек а 6 не один багажник а два у него спереди и сзади 100 километров вы проезжаете и тратите тратите 5 с половиной литров топлива но вы едете не 100 километров в час а 500 километров в час в полной безопасности экологическим способом прекрасно не правда ли поэтому если задуматься о том какие есть литерантивы то сейчас у нас действительно большой расход энергии большой расход топлива и большой расход сил человечества на уже неэффективный транспорт большие изменения проводились но в общем целом за последнее время сильно ничего не изменилось мы все равно передвигаемся не очень эффективно и вредоносно люди делают разные возможности используют место которое нельзя использовать под что-то другое например вот над рекой интересное решение но это также тяжело такие же тяжелые составы и та же логика такой же за такие же затраты энергии на их передвижение или япония например это мне кажется германия была а это япония тоже 35 километров в час всего но по факту по весу по тяжести построения землеотвод тоже как бы не свободен это тот же самый трамвай только колеса у него наверху то есть эффективность этого очень слабая но есть новые разработки если понять что есть вообще дорога ведь дорога это . . . . . и все между ними для того что построить существующие виды транспорта нам нужно а то через точку а в точку б абсолютно ровно все снести и сравнять всю флору и фауну выровнять не в зависимости от того что с ней случится а случится с ней ничего хорошего после в 10 видов разные точнее в 10 слоев разными способами выкладывается при по определенным технологиям сама дорога и только после можно поставить там устойчивый транспорт который будет на постоянный на постоянной основе передвигаться между городами или между точками вот так это выглядит в реальности дамы и господа посмотрите как много энергии как много времени человека как много топлива нужно этому экскалатору чтобы он сделал такую большую работу здесь вообще в горной породе железнодорожный путь проложить сколько это нужно провзрывать и выравнивать это все более не подходит для человечества это не подходит для потребности 8 миллиардов человек и не будет подходить дальше поэтому мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу не уступающую таким отраслям как авиационная железнодорожная или автодорожная это слова нашего генерального конструктора skyway анатолия эдуардовича юницкого который создал фантастическую технологию с помощью которой мы входим в новую технологическую эпоху в новую эру экотехнологии и это лишь самое первое самое понятное земная технология который мы уже успешно осуществляем в данный момент перед вами реальное фото трасса на которой я сам катался дважды в 2019 году ты летишь по струнам на экологическом транспорте безопасным часть которого так скажем твоими руками создана и это полная реальность и сейчас этих 500 тысяч человек вместе с анатолием эдуардовичем юницким находятся на 14 из 15 этапов развития всего проекта то есть мы осталось предпоследний этап закончить и последний все остальное уже сделано и вы сейчас увидите как много сделано в технологии которые оберегают мир живых мир животных мир людей может строиться на разной высоте и практически не влиять вредоносно на окружающую среду многие когда увидят первые что 15 метров над землей ехать не волнуйтесь безопасность по словам антолия эдуардовича более чем в 2000 раз безопаснее этот транспорт чем автотранспорт наземный транспорт первого уровня есть противосходная система все виды безопасности это полуандроид который будет знать и делать все что необходимо десятикратный запас прочности у такой струны то есть ничего не может произойти потому что все рассчитано и причем десятилетиями прорабатывать был было тысяч если не десятки тысяч критиков у данной технологии у анатолия эдуардовича поэтому сейчас она на идеальнейшая и на эффективнейшая и с каждым годом он будет делать ее только лучше потому что уже сейчас более тысяч человек вместе высококлассных специалистов работают на ее развитие на развитие абсолютно кажется простой технологии но который изменит ход истории человечества особенно в технологии это струны предварительно натянуты ведь у металла есть четыре главных свойств так скажем физических это сжатие сгибание скручивание и растяжение и вот юницкий взял самое последнее самая эффективность которого можно максимально пользоваться взял множество струн собрал их вместе предварительное натяжение и поставил на опоры на анкерные опоры или если необходимо на промежуточные опоры и нам не нужно сравнивать всю флору фауну вся земля остается такая какая она есть мы ничего не меняем мы ничего не разрушаем мы живем в гармонии балансе это натяжение опускается на земную кору абсолютно ничего нашей земной кори а у нас есть чисто ровная эффективная экологическая дорога которая интегрируется в любое место планеты и делает это очень быстро без вреда вот так например выглядит полу жесткий рельс их разные виды то есть это пучки струн натянутые предварительно в определенном месте ты этого корпуса рельса и там наполнитель специальный бетон очень очень дешевый которые изобрели дешевым потому что его изобрели сами наши так скажем работники который фиксирует струну упрочняет стенки консервирует то есть не будет никакой ржавчины никакого такого влияния и поглощает шум то есть передвижение данном транспорте будет не более там 75 децибел например обычный городской очень тихо очень спокойно сверху на корпусе головка рельса и по ней идет стальное колесо как вы наверное знаете самая высокая к самый высокий коэффициент полезного действия при передвижении стальное колесо по стальному рельс и есть под каждое направление свои трассы и свои транспорты например вот сверху полу жесткий по центру бирельсовая ферма там где может быть и подвесной и навесной транспорт то есть один по верху идет и снизу она более крепкая и там внутри точнее там внутри может проходить несколько инфраструктур то есть там же может проходить электро передача и информационная как например интернет и ну и электричество то есть три инфраструктуры сразу вместе всюду куда строятся наши технологии там есть сразу все для современного проживания человека плюс она данная ферма самая крепкая она как раз может быть для составных поездов например из 10 пассажирских модулей по 25 человек либо крупные говоритные грузы и перевозка контейнеров прям поезда к примеру такая ситуация но это полуандроида они более умные о них каждый может направляться туда куда ему конкретно нужно без затраты человека времени закрывающая технология то к чему необходимо стремиться всему человечеству при том что у нас есть такие технологии а мы так много еще работаем это уже меняется запомните пожалуйста и поизучайте понятия как закрывающие технологии вы откроете для себя потрясающий мир того как наши знания могут работать на нас а мы можем жить процветать и творить снизу та самая трасса которая сейчас 400 метров легкая провисающая точнее провисающая трасса это самое приятное ощущение потому что ты реально летишь над лесом над полем ты видишь люди идут строки ты понимаешь что это полная экология и 400 метров любого ландшафта вы можете над рекой над озером над домами то есть этот транспорт может идти в любом направлении не мешая существующей инфраструктуре вы можете внедрить его в любое место на планете в любой город который же существует и как вы видите мы успешно реализуем наш проект мы успешно реализуем технологии она успешно испытывается демонстрируется и что самое главное сертифицируется потому что при наличии сертификатов при завершении сертификации заканчивается наш проект и мы как цельная компания с уже с собственным производством она уже сейчас есть у нас есть практически все нужно только завершить 14 15 этап сертификация скоростного транспорта 500 километров в час и после этого мы можем строить по всей планете вот здесь например этот транспорт который наверху 500 километров в час это фантастика я сидел внутри это ощущение просто потрясающе но также как и в других потому что ты понимаешь что ты в настоящем но как будто в будущем и посмотрите как много мы достигли всего за несколько лет и все это за несколько лет благодаря тому что анатолий эдуардович и низкий гениальный ученый леонардо да винчи нашего времени всю свою жизнь положил в науку в развитие и модернизацию экологических технологий эко мира частью которого является струнный транспорт наземный этот человек сделал все для того чтобы мы сейчас очень 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 быстро осуществляли такой важный проект он попал в люди нашего тысячелетия энциклопедия 100 выдающихся лидеров россии потому что делает огромные успехи для повышения качества жизни человека этот человек создал более 200 изобретений более 20 монографий множество высших образований одно из них патентное право поэтому наша технология очень хорошо защищена и этот человек действительно заботится о всей планете и не только человеческой обо всем живом он еще 50 лет назад понимал куда ведет технология и уже тогда предпринял меры по созданию по разработке того как исправить эту ситуацию как не дойти до точки невозврата когда мы уже не сможем ничего изменить как не перегружать транспортные пути и разгрузить их как сделать более безопасные транспорт как сделать более безопасные технологии как уменьшить и либо исключить загрязнение окружающей среды и он нашел эти решения стоит только по по изучать его сайт www.unitsky.engineer ну и конечно большой расход энергии экономия расход того возобновляемых и невозобновляемых ресурсов нашей планеты он обошел пол мира для того чтобы найти единомышленников чтобы создать это хотя сейчас была эра нефти и поэтому никто не собирался пропускать экологические технологии которые стоят гораздо дешевле используют меньше ресурсов планеты строится быстрее и их не нужно постоянно ремонтировать потому что они крепкие сделаны на совесть никому не выгодно из тех кто сейчас владеет транспортными отраслями чтобы данный проект быстро двигался мы бы еще мы бы уже закончили если никто не вставлял палки в колеса но и даже при этом технологии настолько серьезное что даже при всем старании конкурентов которые когда-то мы могли считать сейчас уже нет мы все равно добрались до 14 из 15 этапов и успешно заканчиваем аж уже в нескольких странах поэтому дамы и господа даже в индии удалай ламы и в австралии и в индонезии много и в арабских эмиратах в европе везде старался показать свои технологии анатолий эдуардович и свои ну люди находились свои люди находились которые поддерживали которые понимали которые благословляли нашу технологию и сейчас мы имеем с индии кстати очень большое сотрудничество сейчас мы имеем транспорт транспортную отрасль уже практически готова каждый супер транспорт умный транспорт который как рой соединен все вместе они друг друга чувствуют и понимают с помощью алгоритмов искусственного интеллекта компьютерного зрения около 250 датчиков находятся в данном транспортном средстве и эта машина полностью сделана для того чтобы забрать у человека всю ненужную работу и дать ему полный комфорт пользу и безопасность это сделано это транспортное средство соединено со всеми анкерными промежуточными опорами с каждым другим и если что-то в системе происходит не так вся система будет принимать решение и на сто или тысячу транспортных средств нужен будет всего один человек для их управления безопасного чтобы предпринять какие-то важные решения это закрывающие технологии которые по всем показателям лучше остальных транспортных отраслей стоит только закончите построить первые трассы и уже через год у люди увидят по первым отчетам насколько экономика возрастает насколько это разумно эффективно и люди будут строить данный транспорт весь 21 век и хотя если простраивались медленно может и за несколько веков но то что даст нам эта технология то что она покажет уже в самое ближайшее время в арабских эмиратах например даст всему миру понимание что как можно скорее нужно построить своей стране в своем городе для своих жителей такой транспорт сейчас есть новые разработки но ни одна из них рядом не стояла можно в слайд вот поставить их постоять что ли что только потому что безопасность у нас самая высокая в остальных на первом уровне не может быть высокой безопасности там наши дети там животные там человеческий фактор в большей степени куда мы можем строить не вся наша планета ровная а с помощью нашей технологии мы мы сможем строить где угодно не в зависимости от того что это там болотистые местности либо там горные породы либо там изменения ландшафта и высоты можно с данной технологии делать огромные перепады потому что все выстраивается набор дорога ровная и не важно какой здесь изгиб все можно выстроить так как и будет необходимо 1200 километров в час я бы сказал до 1250 это передвижение фар вакууме это следующий один из проектов юницкого который возможно будет реализовываться в арабских эмиратах передвижение фар вакууме он об этом писал еще более 20 лет назад как и более 3 32 года назад этот человек ученый из белоруссии работающий в россии описал как будет работать блокчейн система криптовалют как который на большей системы и новые криптовалюты которые сейчас в последних 10 лет так появляются то есть гениальный человек создает лучшее из лучшего и делает это народ не делает из этого коммерцию делает это для всей планеты для всего живого именно поэтому за пять чуть больше за шесть лет мы создали в железе уже 12 видов транспорта уже готовых часть из них просертифицирована и пассажирский транспорт и грузовой транспорт плюс уже множество трасс около 10 трасс которые часть которая и разные элементы которые сертифицируются 2016 году я еще не видел транспорта и как он ездит но вот как раз там через месяц после того как я изучил проект настолько чтобы понять так срочно срочно я поддерживаю это достойно того неважно получится не получится я должен поучаствовать потому что если получится это будет абсолютно правильное решение вот а сейчас мы видим все это в железе я в части из них уже катался каждый из них обнимал и целовал потому что это наше детище это народная технология будущего которая действительно изменит этот мир более 10 видов труд струнного транспорта прошли испытания в белоруссии и сейчас проходят испытания и в объединенных арабских эмиратах я вам чуть позже их покажу и расскажу транспорт действительно уже подготавливается для перевозок и как пассажира перевозок так и грузоперевозок потому что мы можем просто эти эту отрасль целиком перенять на себя как когда-то мобильные телефоны переняли на себя связь с пейджеров так мы сейчас перенимаем у будущих прошлых транспортных отраслей данных сначала придем на помощь а потом ни у кого не было желания снова перейти на пейджер потому что с телефоном больше возможностей так и тут возможности у нас возрастут экономия возрастет и поэтому никто не будет пересаживаться на неэффективные транспорты везде будем строить мы и за 21 век как говорит анатолий едуардович мы сможем построить около 25 миллионов километров дорог объять всю планету и передвигаться спокойно по всей планете туда куда вам надо и не надо будет постоянно заправляться ты просто сел и поехал туда куда тебе надо неважно 20 километров или 520 километров или 5200 километров конечно же мы рассказываем о технологии и успех мы посетили 18 международных выставок на разных континентах одна из них берлин и на транс она проходит раз два года было в 2016 мы там представляли два вида транспорта в 2018 мы представляли тоже несколько видов транспорта и мы представили наш юний лед с полный с полным весом около пяти тонн всего пять тысяч килограмм полная экология 6 человек люкс стоимость как у обычного джипа только два огромных еще багажа отдельном багажных отделений и не 5 а 6 человек представьте полная экология полная безопасность это наше будущее вон даже свейцария которая представляет на фотографии слева сверху свое транспортное средство у них было пусто потому что все когда проходили там они все шли к нам все шли к нам посмотреть что мы создали и почему это настолько важно ни ртов ни рук не хватало чтобы всем ответить на вопросы потому что люди очень интересовались 160 тысяч человек пришло туда за четыре дня 183 тысячи квадратных метров внутри выставки ходят автобусы электрические экологические здоровенные автобусе как в городе в огромные корты для седой и парке то есть это все внутри это часть берлина такая и там было связано все только с транспортом и мы были одни из лучших сам из трех тысяч 50 стендов мы были одни из лучших действительно инновация действительно будущее и после этого весь разошлась еще больше по всему миру я присутствовал там был поучаствовал это действительно потрясающее ощущение когда сидишь внутри это будущее но для того чтобы это будущее было у всех и все могли так посидеть необходимо сертифицировать технологию то есть по бумагам по всем испытаниям доказать что ее характеристики соответствуют заявленным что это безопасно что это можно строить и ну и дальше компания после окончания 15 этапа спокойно строит по всему миру и расширяется патенты сертификаты множество множество сотня патентов если не сотни разных стран на разные товарные знаки промышленные образцы и на изобретение и все это вы можете чуть больше изучить на сайте www.unisky.engineer эта компания заканчивая сейчас будет завершаться достаточно быстро проект завершаться для того чтобы уже компания могла работать на весь мир то есть как только мы получаем все сертификаты мы можем строить те трассы которые сертифицированы если у нас сейчас уже какие-то сертификаты есть у нас уже есть маленькая не улья искал не маленькая работа с объединенными арабскими эмиратами уже по тем технологиям которые мы сертифицируем и показываем им там и все это осуществляется более тысячи человек в разных офисах в разных странах осуществляют эти процессы высококлассные специалисты которые постоянно повышают свою квалификацию работают на передовых компьютерах с наимощнейшим железом с потрясающими программным обеспечением то есть софт самый высший который есть сейчас на планете например до south auto 3d experience как автокада проработка всего и создание инженерное издание и транспорта и вы можете там с ним сделать все что вам необходимо для проверки все ли на месте и сейчас еще с электронным документооборотом и данной программой много людей муж могут параллельно из своего дома или офиса в разных странах на разных континентах работать над одним проектом то есть возможности максимально передовые и есть уже более 10 тысяч квадратных метров офисных площадей на которых работают эти люди тысячи человек тысяча более тысячи человек более 80 конструкторских бюрок направленных каждый на свое изучение которые постоянно расширяются это наше новое здание в минске огромное здание также каждый человек который поддержал данный проект является совладельцем совладельцем нескольких заводов три завода бывший завод юмобиля второй завод на котором производится транспортная пути и третье мы сейчас построили сами вместе с опытным зданием то есть сама с нуля как лаборатория в которой уже завершается весь путь нашей продукции уже даже немало серийное производство мы выходим дальше развиваемся и причем раньше хотели делать все еще с посредниками но попробовав там качество страдает там задержка там еще что-то в итоге сделали все сами и сейчас у нас передовое производство с 3d принтер лазерными резками гибкими некоторые станки некоторые устройства стоит по 500 тысяч долларов и она у нас такое они у нас не один и не два таких станка то есть расширение мы можем строить космическую промышленность но мы строим надземный транспорт и причем этот транспорт выглядит просто возможно но это не проще чем самолет чем авиация хотя мы передвигаемся по легким струнам и здесь все это строится здесь все собирается но нужно это доказать нужно чтобы все это поехало то есть нужен полигон и это экотехнопарк в белоруссии город марина горка 60 километров от минска там есть бывший танковый полигон который мы за несколько лет общими усилиями создали в прекрасный цветущий экотехнопарк в 2019 году там уже ездило все 2020 посмотрите как выглядит это прекрасное место цветет экология все зеленое плюс строительство и технология где такое видно чтобы технологии производства строительства было связано настолько с экологией когда ты находишься там ты понимаешь насколько это важно ты понимаешь что это реально а сейчас 2021 году мы имеем огромный успех в том что мы там делаем потому что осталось буквально 14 этап закончить и последний 15 этап так что дамы и господа можно туда приехать и посмотреть в этом году конечно не было из-за сами знаете чего поэтому в этом году экофестиваль был онлайн и вы можете его посмотреть в интернете потому что я вам за час за полтора не расскажу всю важную информацию которую мне есть там будут либо целиковый вот в самом низу экофест 2020 онлайн трансляция либо отдельно 4 видео если чуть меньше времени хотите потратить но в последнем тоже очень интересно потому что множество команд со всей планеты подключались в начале приветствовали друг друга передавать вы поймете насколько это международный проект насколько это важно то есть если кому-то кажется а я не думаю что эта технология будет работать или я не думаю что это юридически все сработает 500 тысяч человек из них есть и доктора наук и экономисты и юристы и технологи и кого там только нет кто только не проверял данную технологию данный проект этого человека по тому что ему интересно потому где он разбирается и они все вместе продолжают поддерживать и развивает ускорять становление данной технологии поэтому стоит только поинтересоваться и вы поймете что назад дороги нет потому что это это гениально это создается это реально и это в самом начале как я говорил по основным побуждающим фактором вы можете в компании sky world community продвигая экологические технологии либо просто с компанией найти каждый побуждающий фактор для себя и применить его эту информацию если вы не совсем понимаете как применить эту информацию свяжитесь пожалуйста со мной я с удовольствием расскажу вам то что знаю постараюсь как-то структурировать информацию разложить по полкам и конкретно по вашим интересам рассказать вот вы можете вот это сделать вот это вот так вот так либо вот это вот так вот так либо вот это и вот это вот так можно использовать для себя в абсолютно всех жизненных мне кажется направления как минимум я себя так и реализовываю я нашел один проект который я использую все свои таланты навыки и знания и собираюсь продолжать конечно же сразу порадую вас чтобы по еще больше подтвердить то насколько хорошо у нас дела 14 из 15 этапов то есть мы не закончили еще скоростную трассу сертифицировать но по тем технологиям которые уже есть и уже сертифицированы за которые следить за которыми за сертификации которых следят представители разных стран уже есть работа по адресным проектом зная положение стадии адресных адресных проектов сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров то есть первые реальные адресные проекты которые как я понимаю уже работаются и разрабатывать кроме того рассматривается подготовка к проектированию 200 километров трасс и 890 90 километров трасс почти 2000 километров всего я здесь отмечаю проекты в объединенных арабских эмиратах эстонии вьетнаме финляндии российской федерации словаки кении нигерии и это только то о чем я какой-то степени знаю это с вебинара владимирова маслова организационно-экономического и правового от 11 февраля но это очень хорошие новости очень хорошие новости для компании и для всех кто ее поддерживает потому что даже при том что мы еще не закончили как и говорили когда-то арабские эмираты просто покажите нам что вы сделали что точнее покажите что у вас есть решение для нашего климата для постоянной песка вездесущего для очень многих солей в воздухе которые разъедают конструкции и огромная температура и если вы покажете решение то будем сотрудничать даже до окончания вашей вашего краудинвестинга уже по ходу него и так все и произошло действительно так все и произошло глазом оцените я не буду сейчас останавливаться потому что не хватит времени на все но это еще добавит вам понимание насколько серьезный проект насколько риски и слабости его минимальны сейчас насколько он себя подтвердил и насколько пользу он большую принесет ведь транспорт который вы видите технология уже почти готова она ездит она катает людей более 7000 человек проехать но это в данный момент в экотехнопарке в экотехнопарке в белоруссии но у нас направление же большое еще и в объединенных арабских эмиратах до объединенные арабские эмираты это эмират шарджи который является в юнеско так скажем культурной столицы арабского мира и там находится srti park это как силиконовая долина или сколково место в стране где развиваются самые передовые технологии самое новое самое лучшее и потом распространяется по миру так вот там были проекты уже прописаны на самом фасаде но поскольку эмир шарджи является ученым защитил две докторских диссертации и скорее всего понимает леницкого они увидели в этом такую перспективу что он сказал так вот здесь вот теперь будет именно наш инновационный центр струнных транспортных технологий на фасаде перепроектировать и за полгода очень быстро и очень за маленькие средства мы сделали то что за несколько лет могли сделать огромный план нового комплекса тропическом исполнении я сначала не понимал зачем а потом увидел фотографии подумал точнее рисунки это еще лет на 10 такая красота такая инфраструктура как мы это сделаем боже представляю просто ну как я бы это делал это очень долго но у меня не так много опыта не такой масштабный взгляд и слава богу что я ошибался потому что всю эту красоту начали можно сказать 2018 году когда в белоруссии нам очень сильно перекрыли возможность из 27 согласования одно не подтвердили экологическое чтобы мы строили экологический транспорт там нам нужна была земля для того чтобы тестировать и испытывать скоростной транспорт 500 километров в час нужно было достоять 20 километров трассы 21 и из 27 согласования один на медаль тогда слава богу у низкого я так понимаю что был план потому что он еще с 2000 лет сотрудничает и коммуницирует поскольку понимает что делает одно из лучших на планете дел экологические технологии которые так нужны и это 2018 год но посмотрите сюда это 2021 год там уже сейчас можно сказать строится четыре вида трасс совсем необходимым экодом вот на так например выглядит уже следующий анкерный опор и станции для второй для третий трасс уже асфальтируется все то есть работа семимильными шагами там была сделана первая трасса который уже представили для эмира шарджи и сейчас делается провисающая сейчас делается 2 и 3 для грузоперевозок контейнерных перевозок и для крупногабаритных пассажироперевозок там где например по 25 мест в пассажир в транспортном средстве и такие составные например на 10 штук и там на 200 250 пассажиров будут а грузовой до 50 тонн 15 транспортное средство а 35 может быть в контейнер то есть контейнеры любых масштабов даже морские 40-футовые мы сможем перевозить то есть перенимается целая транспортная задача грузоперевозок что приносит огромную прибыль как использующим данную технологию так и производящим данную технологию мы в 2019 году уже приехали туда посмотреть я устраивал вместе со своими коллегами огромное мероприятие по завершению обучению 98 человек из 18 стран приехала туда для того чтобы совместно учиться еще лучше работать друг другом понимать то есть это те активисты такие как я такие как как якобы которые собираются которые понимают что это настолько важно что могут откинуть все свои дела и заниматься чем-то более важным для всей планеты и вот мы собрались вместе для того чтобы еще лучше коммуницировать договариваться потому что нас сейчас 500 тысяч человек это фонд который будет десятилетия если не столетия продвигать экологические технологии с помощью народа по всей планете и у нас получалось все прекрасно одна из моих задач было это оздоровление утренние зарядки суставная гимнастика дыхательные упражнения водные процедуры для того чтобы все люди с разных стран разговаривать на разных языках а тело это у нас одинаковое им нужно особый уход для того чтобы мы потом прекрасно учились и постигали новые знания также один из дней мы ездили тогда он еще назывался skyway innovation центр в шарже ездили в другой эмират посмотреть на первые продвижения на начало деревянного дома на первые промежуточные опоры и анкерные опоры начала строительства вдали встретились с анатолием эдуардовичем который рассказал нам по уже по секрету можно сказать как идут дела и какие у нас успехи потому что с арабскими эмиратами работает строится по-другому там сначала делается потом говорится и ну то есть нельзя просто говорит что вот мы сейчас занимаемся этим нужно как бы доделать сначала и там все очень серьезно плюс мы сейчас высли на такой уровень что уже лишней информации давать нельзя потому что конкурентов у нас нету но есть люди корпорации отрасли которым не очень полезно для их бизнеса или для их чего-то наши экологические технологии народные можно обрадоваться и тому что есть официальные проекты уже которые представлены например дубай марина бизнес центр бизнес-центр то есть это на государственном официальном уровне 15 километров 21 станция этот транспорт действительно подходит под данные города ну разве не такой прекрасный транспорт должен строиться в таком месте только ладно была самая крутая технология и самая дорогостоящая и могут начать только объединенные рабскими рот и потому что богатый нет минимально ресурсов для построения технологии любая страна сможет себе позволить данную технологию они просто дальновидны они просто изучают если видит перспективу и хотят лучшего для себя и для своих граждан и поэтому у нас с ними прекрасное сотрудничество и мы уже представили транспортное средство в вип исполнении тропическое тропический юникар который может в плюс 60 спокойно передвигаться и мы уже представили его эмиру шарджи он уже его видел и уже так скажем поступило приглашение на то чтобы прокатиться на данном транспортном средстве это первая трасса в тропическом исполнении которая уже осуществлена но и сейчас конечно же двигаются уже и другие трассы другие анкерные опоры работа идет но это еще что что мы покажем на экспо 2021 потому что на экспо 2020 не состоялось хотя онлайн каждый представил свои видео точнее ну да свои как бы встречи свои выступления наши технологии действительно дадут потрясающий эффект если вы наберете объединенные арабские эмираты 2015 год skyway линейный город то google выдаст вам документ pdf еще тогда они уже рассматривали как один из полуостровов сделать линейным городом сделать городом с помощью которого можно так скажем передвигаться с любой точки в любую точку либо без пересадок либо с одной пересадка то есть город который будет уже построен на новой технологии с полной экологии безопасности когда у вас возле дома растут продукты вы живете в городе а вы можете их сорвать и съесть потому что там ни пыли нету от передвижения все безопасно выходите гулять и понимаете что с вашими домашними животными с вашими детьми с вашими близкими все будет в безопасности все будет прекрасно и многие сейчас заинтересованы этим потому что понимают что происходит в мире и делегации из арабских эмиратов из соседних стран из индонезии из европы из россии приезжают для того чтобы посмотреть как идут дела олег зарецкий прекрасный руководитель рассказывает о том как успехи у нас там ну и конечно же проводит полные экскурсии важным представителям о том как быстро мы достигаем таких наивысших результат потому что это действительно очень здорово сейчас те программы 3d experience о которых я говорил виртуальное проектирование и работа это передовые очень важные программы и сейчас когда в москве была выставка представители нашей компании уже как эксперты представляли самую самые новые разработки уже рассказывали как они с ними работают чем это хорошо и могли передать какой-то опыт из нашей компании поэтому дамы и господа мы строим фантастический но уже реальный инновационный надземный скоростной безопасный экономный легко интегрируемый куда угодно экологически чистый струнный транспорт транспорт анатолий эдуардович низкого и сейчас мы на 14 15 этапов инвестирование как в некоторых странах можно говорить он как правило это называется мы кредитуем компанию кредитование по договору договору конвертируемого займа то есть мы даем свои ресурсы на развитие компании и потом уже решаем это мы так скажем кредитовали компании получили какие-то небольшой свой процент за свои деньги либо мы становимся совладельцем данной компании это практика скажем в европе уже хорошо работает последних 10 лет крауд инвестинг очень серьезно развивается тысячи тысячи проектов тысячи проектов в год 100 миллиардов долларов в год приблизительно на данные сферы и это у кого-то есть идея у кого-то есть средства они соединяются и все во благе вся планета во благе плохие проекты не развиваются инвестируют только в хороший проект а проект струнных технологий дошел до 14 из 15 этапов я думаю что аналогия понятна поэтому дамы и господа осознайте что поддержка проекта важно как на первых этапах так и на последних потому что его нужно закончить это законченное действие 15 этапов полная сертификация для дальнейшей она сейчас будет уже сто процентов то есть мы точно закончим это просто либо чуть дольше и позже мы начнем строить по всей планете и как бы спасать людей жить в чистом мире более экологично и быстро передвигаться эффективно либо чуть раньше мы сможем это сделать если больше людей хотя бы один раз услышит и хотя бы один раз залезет в интернет и поинтересуется что это такое либо спросят у меня либо найдут любого человека который знает что-то о струнных технологиях об анатолия эдуардовича и они с удовольствием расскажут об этих потрясающих технологиях и о возможности сейчас самом начале было мало действий и мало суммы которые были необходимы в конце самые крупные действия самые дорогостоящие и получается самые важные этапы то есть когда уже большое сообщество поэтому сейчас мы вместе завершаем так скажем дожимаем и будем нести это благо по всему миру как минимум каждый человек должен услышать это пускай сам решает потому что это огромная ответственность для каждого человека если пойдет точка невозврата вы в будущем узнаете что могли все спасти хотя это решение каждого человека оказывается что теперь с помощью интернета и краудфандинга краудинвестинга люди как народ как единый живой здравомыслящий организм который сам решает на планете земля какие услуги ему нужны какие товары какие технологии и может участвовать в развитии без банков без корпораций без крупных компаний сами как единомышленники абсолютно другое экологическое сотрудничество так же как и развитие почему я вам рассказываю почему по телевизору вам не рассказывают об этом проекте да потому что это не выгодно общей системе общей системе выгодно работает не трогать там там уже все настроено а юницкий хочет блага и будущего развития а не деградации либо разрушений очень дорого рекламироваться по обычным обычным способом например у вас может быть на миллион проект вам нужно еще миллион чтобы его хорошо в мир запустить а то и больше а с помощью сарафанного радио так как можно сказать как понятно русскому человеку передача от человека к человеку и если вам интересно и мне интересно вы с удовольствием спрашивайте я с удовольствием вам отвечаю если не интересно мы либо меняем тему либо раз и расходится не тратится ни времени энергия поэтому проект развивается с помощью народного финансирования и люди передают другим людям эту информацию потому что каждый вас не интересует все вас интересует конкретно а этот человек скорее всего именно поскольку вы чем-то схожие знакомы он именно это вам скорее всего и расскажет поэтому это более эффективно это более эффективно и мы видим как каждый проект который когда-то был в голове одного человека с помощью народного финансирования сразу становится международным с кучей партнеров с кучей заинтересованных людей продвижение этого товара продукты и услугу а мы сейчас предлагаем будущее которое уже реализуем в настоящем новые города новая связь новая эффективность просто представьте себе такой мир и вы поймете что он уже очень близок тем более после видео которое вы видели осталось только решить как скоро завтра или сейчас и как много времени уделить для того чтобы узнать что я могу сделать для данной технологии как я могу поучаствовать чем я могу помочь это все есть на сайте skyway.capital либо любой человек который связан с данным проектом раз удовольствием расскажет что вы можете а если вы хотите узнать максимально много то конечно это самоисследование анатолий www.unitsky.com www.unitsky.engineer и www.skyway.com там вы поймете все либо просто позвоните или найдите меня я вам все расскажу фейсбук артем курбанов артем с курбанов как можно больше людей сейчас должны узнать об этом потому что мы можем не за 3-4 года а за 2 года или еще быстрее взять закончить и начать строиться развиваться потому что все люди и продолжат участвовать в адресных проектах в будущих технологиях потому что это всего лишь первая технология из всех посмотрите пожалуйста на эту статистику на эту на эти технологические уклады здесь описаны технологии которые изменили наш мир и он больше не станет прежним паровой двигатель и текстильное производство второй тех технологический уклад это железная дорога и металлургия потом все больше электричество появлялось и мы смогли сменить день с ночью расширить наши возможности переместиться там где не света и работать там в любое время дня дальше четвертый технологический уклад автомобилестроение и авиация огромная часть нашего мира которую мы знаем сейчас но которая влияет так сильно и так грубо на нас на все живое на все биологическое но пятый технологический уклад вообще изменил ход истории человечества потому что с появлением виртуальной реальности интернета и гаджетов все изменилось мы начали связываться связываться не по системе а по свободной связи свободному интернету и тот мир в котором мы сейчас живем мы благодаря пятому технологическому укладу но сейчас мы делаем все быстро все что связано с этим мы делаем медленно то что связано с физик перемещаем грузы и пассажиры это одна из самых актуальных вещей которые сейчас надо самых актуальных решений которые сейчас необходимо найти а теперь гляньте сюда пожалуйста это историческая статистика компании которые создали тот мир в котором мы сейчас живем много информации было необходим был google создали google и сейчас он имеет такой масштаб думали что шли калькуляторы компьютера и вот создание компьютеров продвижение этих операционных систем железа оно было перспективно оно было необходимо много возможностей для будущего автоматизации и это начал развиваться то есть то что нужно было людям очень быстро и сильно развивалась alibaba group очень сильно была необходима передача товаров и это очень сильно развилась microsoft операционные системы волнит интернет кошельки чтобы все за это платить boeing все эти компании были нужны и актуальны хотя вначале о них особо никто не знал но о них узнали потому что они делали то что нужно человечеству и поэтому они капитализировались то есть стоили столько а теперь стоят вот столько как это происходит она становится ценнее и важнее появляются новые продукты новая польза итак 10 долларов которые мы владели люди 16 лет назад google сейчас является 100 тысяч долларов 8 долларов за 38 лет в компании apple капитализировались в пятьсот пятьдесят тысяч вы понимаете хотелось ли вам иметь 8 долларов 40 лет назад чтобы просто дашь 8 долларов 10 лат или там сколько то да а вот и через время посмотрим а сейчас это полмиллиона долларов это естественная капитализация действительно классной технологии вы можете это изучить и прочитать так скажем проверить эту статистику ну либо добьем ситуацию алибаба 100 долларов за 18 лет миллион семьсот восемьдесят две с половиной тысячи это реально это реально тому что необходимо так вот задайте себе вопрос если бы вы понимали насколько это важно если кто-то мог донести тогда до вас или кому-то было дело до того чтобы донести до другого человека в человечестве что есть что-то важное что нужно на что-то обратить внимание можно стать частью этого и совладельцем этого сильно повлияв на все человечество хотели бы вы хотя бы десять долларов хотя бы может пятьдесят сто долларов или хотя бы один доллар поддержать эту компанию дать скорости развития всего человечества но мы в прошлое не можем вернуться но мы можем вернуться в будущее в завтрашний день посмотреть как развивается то что сейчас необходимо и куда пророчат макроэкономисты и футурологи вспомнить то что я вам сегодня говорил о том куда мы движемся где у нас все хорошо а где у нас есть проблемы и мы это реально решаем прямо сейчас мы уже определили это вам необходимо просто поизучать чтобы понять что ну да ребята правду говорят ребята правду творят созидают и сейчас вы стоите на пороге на пороге шестого технологического уклада где будут фантастические компьютерные технологии нанотехнологии и струнные транспортные системы на земле и в космосе и будущие технологии анатолия эдуардовича ленинского это реальность перед вами и у каждого есть выбор пройти мимо или хотя бы сколько то времени дать на изучение и вам в этом поможет компания sky world community потому что она делает все для того чтобы это могло быть стать вашим делом жизни вашим бизнесом ваши отдушины по улучшению этого мира и в данный момент любой человек с любой страны с любого континента в любое время на любом языке может участвовать поддерживать создавать экологические технологии и улучшать как свое качество жизни так своей семьи города страны и всего мира всего живого на земле поэтому дамы и господа пожалуйста развивайтесь интересуясь задавайте вопросы спрашивайте заходите на ютуб подписывайтесь на каналы на ютубе на фейсбуке в других соцсетях заходите на сайт skyway.capital и вы узнаете очень много нового либо приходите на презентации sky world community и послушайте презентации Владислава Волкова он потрясающий инженер и человек который долго связан с этой технологией работал с Жаком Фреско вместе со своей супругой и Ириной Волковой они делали огромные дела у него потрясающий вид на то как развивается наш мир и наша технология так что 11 и 25 мая пожалуйста подключитесь вы ваши друзья ваши знакомые и послушайте то как он поясняет что и для чего необходимо и это ведь только начало мы заканчиваем 14 и 15 этап и это не конец компания становится самостоятельной она уже работает с тысячами с десятками тысяч адресных проектов строит получает прибыль и развивается а люди которые поддержали ее сейчас пожинают плоды либо я думаю что некоторым можно будет продолжать и помогать струнным транспортным системам развиваться дальше чтобы это еще быстрее происходило но дальше пойдут следующие технологии экологические экологические дома разработки Анатолия Эдуардовича весь эко мир дома которые сами себя обеспечивают которые вон тут и солнечные батареи ветрогенерация и озеленяемые крыши линейные города и эко поселения здания в которых есть все города в которых мы в безопасности в полной экологии и очень эффективно этот транспорт разрешется по всей планете и когда мы начнем строить линейный город самый главный по так скажем по экватору для самого эффективного продвижения дальше пойдут проекты по оставлению на планете Земля в нашей биосфере где живет все живое только чистых экологических технологий а будем выносить вредоносные технологии в космос в ближний космос на орбиту и за все эти технологии Анатолий Эдуардович уже получил в Братиславе в 2018 году в Словакии премию мира за весь свой эко мир поэтому как только вы начнете изучать либо этого ученого либо его технологии струнный транспорт вы поймете что масштаба это нескончаемо за 4 года я не изучил все мне кажется я не изучил даже половины того что он успел разработать и сделать и то что мы сейчас так скажем реализуем но дамы и господа система транснет общая мировая позволит нашему человечеству выйти на новый уровень и возможно уже в 21 в 22 веке мы сможем стать воистину космической цивилизацией но пока мы на земле и занимаемся актуальным на земле спасибо большое за ваше внимание помните пятнадцатый этап не за горами финансирование так же важно как и на первом этапе слово дело энергия внимание каждого человека на планете важно сейчас нас полмиллиона нас будет и миллион и два в компании sky world комьюнити в огромном фонде где собралось уже полмиллиона единомышленников которые меняют эту планету к лучшему и всегда и сами и свою планету свое окружение будут держать в полной гармонии и изобилии поэтому присоединяйтесь буду очень рад вас видеть буду очень рад вашим вопросам буду очень рад видеть новых людей которым вы передали частичку знаний которые сегодня получили с вами был Артем Курбанов и компания sky world community будьте здоровы будьте счастливы дышите глубже желаю вам успехов пока пока